Только не обижайтесь. А я не обижаюсь. Верит за база. Дохуятелок часто бывает. Понравилось вам интервью? Охуенно. Поэтому их надо разъебывать. Супло вжевать. Кто кому заплатит? Кима Тиджиган. Он эмотизм. Наибали. 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 Я, наверное, п***. Подкаст с яркими личностями Узбекистана и звездами СНГ. Селебрити и экспертами. Все о личном опыте, образе жизни и мотивации быть лучше, чтобы быть узбеком. Нужно мыслить, как узбек. Все это в ток-шоу. Всем привет, друзья. Это The Best Podcast. Это Шакир. Он у нас человек, у которого волосы релаканты переехали с головы на бороду. И теперь у нас Башка всего лишь площадка для тюбетейки. Да. Привет, дорогие друзья. Как вы поняли, это уже Вадим. Его выгнали из школы, потому что он никак не смог выучить алфавит. Но он в отместку отправил дикпик трудовику, как обычно. А это Слава. Он думает, что он анархист и панк. Все, потому что папа, когда он родился, а это Слава. Он думает, что он анархист. Дорогие друзья, через одну раз у Вадима не получилось, поэтому мы продолжаем. Давайте посетим нашего гостя. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях прекрасный человек. Настоящий бизнесмен. Ресторатор. александр как настроение хорошая четко добрались смотрите александр мы поставили себе планку мы хотим сделать лучшее ваше интервью поэтому хотели бы честно адекватно в конце ваше мнение получилось ли у нас или нет понравилось вам или на заранее хочу предупредить будет много низменных тем сегодня я это все вырезал александр вот на вы давайте скажем так сказочно богатый человек как внутренне да вы приехали на машине которая первая машина вот матис кабриолет за машина причем встреч стресс длинный как лимузин братан матис кабриолет нет модель когда не может быть это матиша мне рассказывать я тебе серьезно брата попутал александр причем у него голова ехал на нем дираж не марку вашим нет не скажи не успокоить вот вам интересно когда вы видите грубо говоря таких вот ну давайте не бум бомжи назвать а бедных людей сокровоз ощущения внутри что что у вас вот там я не знаю вы думаете вот почему он ничего не добился или почему один на кончик бедный человек я ничего не думаю что и должен думать я тоже не такой богатый как вам кажется вам кажется как бы вы речь не толкаете ну что ж ты ну давай вот ко мне в току там менеджером набором у бомжу он просто не может сформулировать вопрос в очередной раз он имеет виду когда вы видите людей которые ну вот бедные они то есть не ничего не добились думаете ли вы об этом вообще как можете ли чтобы человеку посоветовать зависит ли его бедность от каких-то внешних обстоятельств или чисто от него он сам виноват в том что он вот но они а зачем не обязательно все должны быть богатым кто должен быть бедный кто-то богатый ну кому-то вообще это не надо почему быть богатым если мы не ну а может ему нет раз он так не надо значит алба это правда это правда хорошо как как вы вообще делитесь своим внутренним богатством вот с людьми интересно не как вообще то есть вот у японцев смотрите вот у японцев есть такая поговорка или посольстве за что у человека если лица первое это которое он показывает всему миру это ваш инстаграм допустим это то что те интервью которые давали второе это вы тот человек который вы дома и 3 как о котором никто не узнает вот интересно вашего третьего человека с ним пообщаться так его уже нельзя показывать давайте со вторым то с каким с тем кто дома кто говорил японцы это намек на току мне кажется что то есть не японцы мы узбеки мы почти узбеки он всю ночь читал эту пословицу учил ее пытался я выговорю все равно что есть у человека три лица одно и второе и третье какой у вас но все мои друзья в корне не видит вот эту ситуацию когда человек действительно там у него большие обороты да там например 500 тысяч долларов оборота него все вот там год это все делать и вадим думает что все 500000 остаются в кармане то есть вот и ничего ничего вообще никуда не уходит ни на я же не бизнесмен брат мы все александр бизнесмен поэтому мы бы хотели узнать как как можно вот александр деньги точнее деньги любой продукт возьмем даже вот там ну давайте это такие как можно это киви превратить в бабки никак она не бабки точно превратит если какая-нибудь формула и как можно нет некий как можно там что-то превратить деньги но хоть какая-нибудь он нету интуитивно я читал что в школе сперли мотоцикл да да почему взял покататься украл за это ничего не было было чтобы там такое было мне было помощь в 13 лет поэтому у меня там арестовали а потом отпустили ничего там какой-то какой-то там за школу вас не отчислили от отчислили другую 3 перевели но вы больше не крали мы тут он его купил потом брат урал нет я вам я вам надо один раз вниз четыре раза вверх легендарный добро да 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 это хороший мотоцикл действительно хороший выбор хороший вкус уже еще получает других не было урал у меня потом все купил днепр насколько мой легкий или тяжелый который с прицепом вообще у меня был с коляска сколько лет до 15 15 днепр а что ты себе 15 купил я себе в 15 купил микрочип для компьютера это была азушка на 4 гигабайта я гордился собой и через два года я купился кейс через два года шакир стал рейтером нет я пошел на стройку я работал на стройке александр нам очень интересно вытащить из вас вот внутренность мы правда мы не не те кто там скальпелем орудует мы словами орудуем поэтому смотрите вот есть понятие душа вы можете ко мне более серьезно относиться к ним нет есть понятие душа да все говорят там это где-то тут то есть там это грубо говоря воспитан нашей школы и родителями что душа где-то тут интересно уже вашей школы да ну вообще всем социумом да будем собирать кирилл не согласен с тобой да что для вас душа ну ты загнул вообще что такие темы пошли давай чем попроще у меня есть попроще у меня есть попроще про мотоцикл есть стандартные забитые вопросы что вот у меня есть деньги куда их вложить и так далее это бред это ну это так не работает как понять что актуально чтобы туда воткнуться чтобы там начать лазить двигаться то есть я знаю то что можете ответить про душу относительно недавно видели вот этот бум кофей чаевых моментов да вот эти узбеков деньги да и и они все они как появились так и сдулись обратно также как и очень много всяких лавашных и хотелось бы понять вот они вот они неадекватно поступили они смотрят все делают и они тоже туда поле не надо делать как раз то чего нет ну вот о чем я и говорю то есть как как следить за актуалкой ну как выбрать эту вот тему что правильно чуйка воровская вот это должно быть о неплохо неплохо как как грубо говоря шакиру открыть новую самсушную вот что нужно для этого сделать нужно ли открывать шакиру новую самсушную нет чем другое ну вот у меня есть такое своего рода понимание построение бизнеса такое пускай пока не мощная без бицухи конечно но предположим вот штука баксов я пошел купил носки в дешевом актовом магазине продал их в более дорогом нормальном заработал денег у меня такой вопрос да вот я сейчас походил тут по супермаркетам вот я обратил внимание что супермаркеты сильно отличается от тех которые есть там других странах ну даже у нас ничего нет нет алкогольного отдела не сильно разве тогда во первых нету рыбного отдела нормального там форель лежит и все почему спроса нет спроса если привозить я сам всегда удивляюсь знаете я люблю я люблю были где-нибудь там вот конечно других странах россии в европе ну да где угодно да там же выбор более такой разнообразный да мне кажется нету рыбы потому что не хотят или нет нету рыбы потому что я сам устраиваю что не может есть баранина то есть есть как вот эта рыба которая нас продается даже форелью и и начали сейчас последнее время активно разводить то есть это искусственные пруды да но я все это знаю и лосось невкусно почему не завозят это вопрос я думаю что спрос большой например вот креветки но да 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 большие такие отдел креветки вообще детский сад может жаришь и хоть они и так будут вот такой сенький и биржаришь они превращаются в мизинчик или такой просто покусаешь потом к там сыров большого выручка нету а потому что в сырах у нас не разбирается от надо прям культуру в такую наверно нету потому что люди не хотят кто ходит супермаркет нет а вот многие же на базар ходят на базаре то есть на базаре например в той же корзинке какие-то овощи да когда мы ну там отстойные у фрукты овощи ужасно я вчера специально объехал и алкоголя нет алкоголь нигде алкоголь это скорее все какая-то религиозная причина связана алкоголь да это если бы вы могли открыть супермаркет вы какой открыли тот карьер много рыбы алкоголь у вас а вот он процент шанса далеко ходить ну да хорош примерно хорошая сеть ашанище это часто даже помоется в пятерочке в российской больше выбор чем у нас да да азбука вкуса вообще даже азбука по-моему это такой более премьер выше на середине вы знаете вот вы говорите о том что что-то не востребовано не думаю что не востребовано у нас люди скорее по другому мыслят им даешь они начинают брать потому что они этого не пробовали будет там человек знает про другую рыбу там про ту самую знаком баллад я вот как раз отвечая на ваш вопрос походив по супермаркетам понял что вот пожалуйста ниша готова и готова касательно рыбы там такой момент у нас есть аргумент узбек там косточки косточки можно зубочистки на самом-то деле рыбу нас очень популярна то так сама харизовская кухня там рыба на такое достаточно серьезное место занимаетесь ее хорошо реально готовят а если вы еще съездите в каракал пакстан так там вообще все с рыбой связано а вы были в каракал пакстан нет там высоко орал и рыба пешком ходит кстати у меня вопрос про вот про плов вкуснее нашего узбекского плова в мире есть где они нет нету да он здесь самый вкусный а какой вы еще пробовали я слышал есть афганский иранский ну я пробовал иранский да какой-то сирийский еще какие-то в дубае там есть эмиратский пловнее вообще близко места афганский это просто это не плов это изюм лов там тут вот так по бокам может быть это ответ смотри то есть у нас мы очень много людей кушать плов зачем тогда рыба как бы люди привыкли перешли уже переходит растет достаток людей они хотят чего-то но достатку мало кого растет нет все равно есть какое-то ощущение такого что материальное состояние у людей стало лучше чуть-чуть например если я там сужу по себе вот по ребятам как вы жили в 90-е ну когда мы росли как и как живут наши эти сейчас то есть элементарно там на вот этому когда мы видели киндер сюрприз на новый год и это было невероятно раз в пять лет кино сюрприз был сейчас то есть у меня ребенок идет и просто берет все это им как бы стоит как мне кажется копейки и он это получает я думаю что растет благосостояние не знаю с чем это связано со многими факторами в принципе бизнес стал лучше работать но отсюда сразу тоже вопрос вытекает у вас крупная сеть мировая то есть вы работаете во всем мире почему вы решили открываться узбекистане ну потому что большая страна перспективы большие какой-то анализ и тут она тут конкуренция не так сильно нет вообще ну да вы проводили какой-то анализ рынка деньги ничего не прожила вы просто ну вот как вы сказали чуй когда вы решили меня вот прошло определенное время вы не жалейте об этом нет вы получаете доход прибыль с этого бизнеса ну да хорошо я кстати был недавно в току я попробовал самый дорогой мой фреш он стоил 350 тысяч и теперь я пять лет не буду пить кстати вот это все обошлось в 60 тысяч сколько стоил фреш 350 да и будь не может я тоже так считаю 35 долларов и значит меня подошел официант какой самый дорогой фреш он говорит 35 тысяч ты говоришь не 7 он все забрал себе еще а он там стоил типа я тебя найду не сдавай парня отсюда сразу следующий вопрос мы заговорили про официантов я читал опять же вы говорили что раньше я был белый пушистый это не дословная цитата вы говорили что я был добрый относился персонал по-другому но я понял я понял что если я к ним отношусь хорошо то они у меня начинают лаять подписывать денежки то есть воровать из 300 тыс тех пор я стал жестким управлением вот 350 и не только у меня его наебали это правда стало что вы стали вот жестким прям управлением в чем это выражается ну во всем я очень требовательный то есть вообще это такой бизнес ресторан левый шаг право расстрел ресторанный бизнес такой что надо на каждую деталь обращать внимание и это важно когда человек заходит в ресторан ну гость например вот ему сразу все все видно там грязные какие-то ручки я не знаю пыль какие-то на полу что-то валяется а персоналу не все это не видно они не видят частенько и стараются поэтому надо разъебывать не ну бывает ты захочешь и сразу хорошо да вы кстати пришли в костюмах спортивных у нас пустили мы на нам нам скажешь что там какие были костюмы но вот например вот так мать до найти ну там нас пустили еще с нами был тимур никурина это боец папа мм и они испугались видимо его и пустили хотя там поздорове бугаи были не вот я хочу добить все-таки у него это тупость потому сейчас спортивная одежда это нормально мы стрим да нормальная тема мы сейчас на встречах были бы уже было матемы мы другом зашли в какое-то заведение и там охранник на входе я спортивной одежде не пускаю для меня да тоже это странно почему спортивная одежда это уже одежда не не adidas кеды но этого уже один даже вот и его и вот это вот хочется добить как переломать в себе вот этот момент я добрый человек на мне ездил адекватно да и как вот переломать вот этот момент чтобы на тебе не ездили чтобы ты как-то доброту свою превращал что-то другое как вы это прошли путь а вы смотрели мультфильмы как прокатали апольда конечно помните там а зверин давали этим принимать начали что его ему давали а зверин там он был добрый до мыши были злые да и они у все время короче муча ради подлый он съел а зверины там разъебал надо но в конце же говорил ребята давайте но он же сначала разъебали да нетром встаешь короче подключаешься капельницу а зверина да и потом смотришь зеркало идет обязательно кота леопольда включаем вот эту серию про зверин блин аж интересно строго не помню не помню да конечно он там сажала зверины и стал их всех ебать жестко 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 я у меня так сейчас унесло туда далеко-далеко куда где-то можете рассказать самый самый эпичный фейл в бизнесе ваш самый вот прям вы не ожидали ну то есть я знаю что это адекватно нормально когда вы там время от времени там подойти спотыкать еще что-то но было ли что такое что прям вот жестко что-то провалилась прям плохо ну я как бы это спокойно сильно и что потом вы сделали что это да ничего но там лям туда лям туда всегда где-то проемы было самый эпичный какой что там нет каких-то прям самых это хорошо это говорит они все одинаково эпичные но они все одинаково эпичные ну один из проектов там один из там 15 проектов там не пошел они по-разному бывают ну как бы инвестициям разные бывает бывал там там несколько миллионов инвестиций про проебалась это долларов не сумму брату у нас сейчас улица очень сильно развивается у местных именно таки бизнесов так далее сейчас объясню дороги это слушай не это когда к тебе приезжают дядьки у которых очень хорошо подвешен язык и бьют и да а чё нет а почему они грамотно это делают просто боишься я его не смог сделать ничего они там очень грамотно все со всех сторон под александр нам сейчас это объяснить и пока хлебушкам горишина говорит накорми нас мы тебе крышу красиво сделаем хотя их никто не просил ничего просто у дороги встали так сейчас 2020 как братан это ты вот так говоришь а это есть что это никуда приходит в ток уже не приходили относительно да нет ты что это слишком центр не приходит курт когда продаешь вот это вот ты бабка продаешь курт у тебя приходят такие мужики в общем дай-да рассказать вопрос давай да и в этом вопросе самый главный смысл что вот первые шаги человека от предпринимателя который только что открыл свой бизнес и к нему пришла улица и говорит и качает свои права коробку да и там звонишь окей но вот нет возможности не успел да ты делать все александра на его я приходили братки это дело александр вам приходила говорю теперь это мой ресторан я не могу ничего посоветовать не знаю но отмораживаться и посылать нахуй ну и либо позвонить ментам мнение ментам это бесполезно нахуй посылать собрать свою группу и самим начать красиво давайте пофантазируем вот вы говорите про чего-то фантазия пошла что-то типа апокалипсиса у нас нету больше ресторанов кафешек забегала ничего нету мы где-то там по земле живем и вот чем вы там будете заниматься как у пользу будет приносить где под землю под землей метро да и не по не пройдешь ты с бородой если апокалипсис там все жили под землей они кушали грибы с минус неплохо гребенья получается какие грибы или свипы вы будете кушать готовить у меня был такой же вопрос но чуть по другому и выясню представим что сейчас вот просто ради шутки да вы со своими товарищами собрались и вы решили из тысячи долларов скажем сделать дверь и более во что бы в первую очередь вы сейчас попробовали уложено 100 долларов прямо нет нет это не то есть у меня сейчас было сколько ты или нет дело не потому что у вас сейчас сколько-то денег есть или сколько-то нет я к тому что представьте вы встретились в очередной раз своими товарищами вы что-то общаетесь и у кого-то появилась идея и а давай просто в прикол со штуки начнем какую-то что какой-то бизнес и посмотрим кто чего добился через там скажем год вот во чтобы вы бы сейчас зашли с штукой вот тысячи долларов всего не ресторан не нереально не знаю нет нет а 200 тысяч чего интересно у вас 200 тысяч долларов давайте так не важно какого сумма куда бы вы здесь фишка сушка вот а можно я отвечу давай я бы прикинулся четко и пошел бы говорит что это мой ресторан тебе я я хотел условно от носков заканчивая каким-то большим бизнесом потому что богатым стать по сути легко простая математика по сути если адеквата человек ты реально сможет я думаю что александр с вами не согласен и продам одно дело богатый другое дело басно основного богатый неадекватного ганж александр какой из них задолбал дай договорить в общем я к тому что я хочу проследить цепочку я приз я знаю что я буду делать с десяткой например вот вот у меня десять тысяч там я знаю 20 тысяч я значит но если у меня будет там 30 50 и так далее я не знаю что с ним делать вот так вот какую цепочка хотел у меня нету идею у вас на на есть маркетинг который придумывает куда нужно вложить бабки или какой-то финансовый отдел я придумываю но как бы вот эти вот цифры такие ухоцкий еще куда никуда не чё с ними делать потратить только насколько стоит открыть хороший ресторан я не знаю то что вы считаете хорошему стану то есть как нормальный качественный минимум олевский миллион минимум как вы управляете такой большой сетью я насколько знаю более-менее постоянно сейчас находится в ташкете а ма серым у меня много людей работает ну я понимаю что у вас ну вот через них управляю больше тысячи до людей не одну управленцев меньше конечно но ты ждем стоп менеджмент как вы осуществляете набор персоналов например здесь скажем в ташкенте это я сначала по видео общает ну сначала мне их ищут потом бью с ними встречаются сотрудники это не прошли там пару интервью то они со мной назначают видеозвонок на видеозвонке мы знакомимся если по видео мне подходит вроде как то мы в живьем общаемся понятно но это в основном люди которые отсюда то есть или как у вас я между шеф-повар у вас наверняка какой-то приглашенный ну тут разные есть местные управленцы есть не местные по разному мы стараемся конечно сначала если мы здесь развиваемся мы местных всех смотрим и стараемся на местном рынке найти людей почему бульдозер ну бульдозер во-первых бульдозер уже не бульдозер у нас уже прикольно же интересно почему он просто остался в инстаграме бульдозер потому что если он поменяет нужно будет галочку а заново компания просто называлась бульдозер бульдозер это машина такая которая едет и все это неплохо топ-3 совета по ведению переговоров ну прям три ваших да нахуй послать давайте не будем нет это это добрые переговоры скажем так вы с инвестором видите адекватный абсолютно адекватный человек вы уже там предвкушаете что все хорошо будет так далее вот тут три правила для взрослых переговоров у нас это к сожалению нет я не знаю я не знаю если все хорошо получается какие зачем правила тоже на чуйки то есть все интуитивно конечно смотря что за человек смотря какие-то общения с вами он выйдет и начнет открывать бизнес а вы ему ничего не говорите опять у него кроме бороды ничего не будет пишите вы три совета поведения переговоров слушать для шакира да мне надо мне лучше и лучший совет получит 10 билетов на фиксики давайте еще пофантазируем я люблю фантазировать представить вам 90 лет на капельнице со зверином уже подключенный без остановки капает и вот все но пробегая же там лучшие моменты жизни можете пожалуйста один самый яркий момент вашей жизни колокольчик он зашел самый яркий самый яркий вот прям прям ярче чтобы не было он обычно прям сейчас вот появился у вас голове да нет у меня такого ну правда не могу сказать дохуя был я сам ярким было дохуя телок вокруг прям вот в один момент в одной комнате мы можем это выглядит смотря нет он же сказал что можно так говорить материться ну типа дохуя телок часто бывает вокруг это ничего не значит самолете такой шоке шокирует не знаю не пускай не ну заходит штоку куда-нибудь бар он тоже дух я телок нет он имеет ввиду другое что вы на яхте голые там много тел и жиган жиган голый вообще кстати вот вокруг вас всегда много звезд они чисто по респекту приезжает или вы захотели поезда александр я лечу к тебе брат ты где я в индонезии лечу все в числе прилетел себе детей накормил дорог не дружим со многими просто жигана грузьев ну общаемся конечно он рэп он читает когда вы рада редко видимся зачитывает куплет типа алек александр свое мнение и зачем новый купол я я жиган я люблю рэп я читаю рэп я рэп я рэп я рэп я рэп до чего же человека довела все вот эти фрукты мандарины ужасно я забываю даже иногда что хочу спросить ведь мы обсуждаем серьезные темы здесь с александром а ты все фантазирует звезда мишлен вам нужна звезда мишлен мне нет как почему это же ну я и вообще никогда не понимал вот я хотел узнать что что это вообще значит не но это статус определенно для ресторана это хорошо это хорошо что нужно чтобы получить но нужно во первых найти шефа вот нужно бабки нужно правильную концепцию придумать и нужно быть в этом месте где раздают эти звезды но в европе наверно дубая помощь от тоже то есть ташкенте нереальный ресторан а тут лишь лет на нет ну а не я думаю какая-то комиссия приезжание на смотрят нет я я просто смотрю в этих старых этой стране нету вообще представить я смотрел в индонезии или где-то короче чувачок единственный человек у которого у него уличная кухня у него и звезда мишлен хотя у него не ресторана уличная кухня но они дают всем ну и уличный тоже а будет такое что гордон бронзи приедет кто такой это шеф-порт чувак да очень но он его так разогнали раскрутили не не он американский или канадец он похож на канадца самое любимое блюдо в току именно ваше от настроения зависит в хорошем настроении если в хорошем там дохуя безу безу зверина когда он когда александр сидит все мясо вкусное ну правда много я не одного не могу назвать вы умеете готовить да любите готовлю люблю а что вы любите готовить вот тогда что что самое любимое из того что вы любите лучше всего что у вас получает я сейчас не готовлю лучше всего могу курицу отварить я думал скажешь там дохуя курицу отварить что в этом такого неправы первая очередь курица чтобы она была не химическая домашняя курица вот это кстати на базар узи вот на базаре наебать могут легко тоже вы знаете эту не говорят что она хорошая на самом деле курицу я такой решил домашнюю курицу я взял на базаре я варил 54 но я и в итоге выкинул потому что с ней в итоге она выпадала глазовская старая я не спрашиваю а как понять что она молодая или старая вот глазом во франции продается курица продается курица брестская курица у нее ноги черные она хорошая тут тоже есть куры везде есть куры короба франции много черного после друзья вот вам лайфхак хотите продавать курицу дорого и что вам верили берите баллончик с черной краской и красим ножки и прибегу что у нас регион специфичный у нас не поймут черные ноги конечно не правда проканал нанеси не черным красным красным сколько будет стоить взять александра с собой в горы чтобы александр сделал курицу в горах на мангале да я задаром могу где курицу найдите дороге хорошо вы недорассказали как вы готовите вот взяли хорошую курицу и варишь с луком морковку водички добавляешь картошка соль лаврушка главное вода чтобы тоже была хорошая все остальное делает кастрюля и газ обычно и александр да это о многом говорит вы пьете александр не пьете алкоголь да много пьете нет а бывает такое что напиваетесь да это часто сальто делается со стола тут бывает по моему у всех нет дабы у всех некоторые вот против этого я за например напиваться редко я редко я не имею не каждый день а вот там в кругу прям близкие которые друзей где можно сальто со стола делать у вас бывает такое что блин сегодня нужно напиться да друзья если вы сделаете под этим видео то тысячи комментариев с просьбами поехать и напиться с нами троимя 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 друзья троимя и сделать сварить курицу тысячи комментариев курица александр с нами в горах а какой алкогольный напиток вы предпочитаете водка коньяк виски ром значит вот не правда рома да как какой марк закапа закапывать я не знаю я алкоголь не покупаю домой ему таких советов не давать им теперь пиво в глаза вообще не пью где-то общественных местах но вы пьете в своем ресторане или в разных можно свое можно не своим приходишь покупаешь ну я просто реально не встречал такой ром не тут можно найти в легионах александр вы занимаетесь еще и и фильмами ну то есть у вас есть сфера авто занимался занимался да давайте представим что вы снимаете фильм про себя автобиографический как бы вы его назвали и какой бы примерно сделали синопсис чтобы людям это было интересно посмотреть где александр нажрется сделает курицу прилепит я сюда видео логотипа и полетит и закапывает рома это городу нужен новый герой мне нравится бля это лучшее интервью на не ваша но наше точно я на самом деле живу в ташкенте вы мало путешествует вообще никуда не кстати там есть водка каратау можете и не закапывать в гроза но в принципе так хорошо я просто открываете дает короче они там не делают я понял почему они там постоянно пьют простите пожалуйста что это говорю но там чуть-чуть негативная атмосфера как будто бы в городе все злые и когда ты выпиваешь у тебя от ноги в макароны превращается от 150 грамм я реально не контролирую на самом деле я много и часто пью с каркал паками у меня много законов каркал пакова работе и они всегда пьют полную пиалушку вместо чая таким образом могут много выпить в общем я создал для себя такое мнение что александр любит тишину то есть счастье любит тишину правда нет нет поэтому александр ездит по всему миру ездить на ferrari на bentley на mercedes кстати он приехал на крутом матизи кабриолет кабриолет я тебе буду вот он вот тут родной там сиденье от ламборгини одно стоит как то как и как матисы твой парк 3 кило мяса вы должны были в ночи забуриться там какой-то ваш американский ресторан сказать вы что тут делаете они там все в шашки играют вот этот а шишки а вы такой приходите а там ничего не готово как вы говорите пыль везде вы так не делаете что же такое а как вы вам присылают фотки у нас все чисто александр меня вообще в америку виза не дают в индию дают попробуйте сходить вот сейчас в таком виде в тюбитеке в американское посольство мне кажется вам выдадут здесь дадут здесь всем дают что именно смотря мы же узбекистан кушать плохо беседись да как у вас режим вообще во сколько встаете во сколько ложитесь или тоже по-разному есть что-то нерандомное что-то постоянно вы делаете александр это человек теория относительности если я у меня режим постоянно я же в ташкенте живу никуда не летаю режим стабильный встаю в 10 утра поздновато и ваша озверинь что ночь неплохо а чё везде делаете встаете едете на работу или как в току вот прям каждый день вы едете в току и сидите что же это такое то давайте как-то путешествие давайте как-то вместе с вами будем дофига вариантов классно предложим можно еще станут еще один я думаю какая-то страна а где находится в центре это шевченко для меня центр это электроаппарат зовут ну раз уж и вчера тараса там где-то понял понял а где вкуснее танок или топ именно роллы я про запеченный в угря сейчас не знаю слушайте мы с вами похоже кто видел клип тимати и гора кредо и джигана напишите вот сюда в комментариях теперь обсудим вот этот момент вы видели ты видел открыть не да я не ты видел а может показать может просто вот здесь вот мы покажем момент где сидит я подходит не я игор крит тимати джиган и попытается отжать у него ресторан это тоже были вы так учебным пацаны товарищ менеджеры вы кого провели почему тимати джиган кто кому заплатил вот честно тимати джиган я понял автону как бы это же крутая реклама тануки это на каких-то взаимоотношениях просто по-братски или там они локацию бичи искали не могли найти решили в тануки снять у нас так рэперы делать ну во-первых так во-вторых машину них не было выдали свой ролл стойс до опять у тимати джигана машины ну вот это не было чего фигня такая брат это все в клипах я тоже вот в клипе показал что у меня есть машина у меня тоже нет машины рэпер они такие они только на картинке показывают что у них все есть там стволы и тачки телочки друг александр на самом деле ничего у них нет есть только вячеслав у них и все последний оплот я хочу убедиться в чем братан не 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 это не здесь дайте сразу покажу вот он смотри и сразу автограф бери вот он ну вот да все правильно вот он какой взгляд тигра еще в этот момент поймал ну я же говорю что он не похож нет это вот после озверина помогло вы увидели официанта вашего иначе смотри смотри они до подошли забрали сколько времени ушло на съемку этого клипа там часов 16 за один день то есть мнение это вот этой сцены так они утренят из сцены 16 часов да 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 в среднем так все они у три дня снимали весь как вы думаете после выхода и так этого клипа от ануки больше людей узнали или только там ребята у кого 13 14 15 лет они не знают когда у них будут деньги без понятия просто странно смотрите как я могу узнать ну например там стало больше приходить людей в ресторан или не знаю больше но молодых людей ничего не изменить целевая аудитория тимати это по-моему не ваши клиенты они blackstara бургер кушают или уже не кушают не кстати у тимати до сих пор остался это же общая медийность такая там сложно определить вообще что изменилось работа на им что есть к чему посты последний про 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 людей которые ну вот не понимают как как богатыми быть как как же нет это не про богатство это про то что у меня много как бы сотрудников я постоянно сотрудникам говорю не стесняйтесь мне пишите если есть какие-то вопросы такие проблемы они не пишут поэтому я пытался таким образом объяснить что если ты настолько зашорен и что и тебе говорят а ты не делаешь просто не бояться бояться вот вот всего то ты никак не будешь вообще своей жизни в твоей жизни ничего положительное не произойдет то есть она когда человек работает на какой должности там управляющий или шеф-повар он сам уже хочет стать там выше ну либо там высшая должность получить либо может стать там каким-то партнером еще что-то такое все же хотят если это не какой-то там обычной машина какой-то там линейный сотрудник вот но при этом они боятся вот эти вот рамки нарушать все почти все но нет не все есть люди которые нарушают рамки которые напрямую общаются которые не стесняются эти люди сразу получают более высокий должен мне понравилось как это назвали менталитет лоха да да это идеально не по этой штуке можно книгу писать я обычно очень ничего дается читать пост еще чтобы он длинный был а еще и два поста которые друг за другом закреплены а тут я просто вот в один и в одном дыхании все прочтение никого не хотела видеть просто я так знаю менталитет лоха это люди которые боятся проявлять инициативу вот он думает так что же мне делать а лучше ничего и все сейчас поможет сейчас вот этот вот сейчас да нет просто у него проблему например какая-то он думает ну ладно проблемы проблемы с богом вы устроить какие-то тимбилдинге сотрудниками к сожалению наверное надо проводить не провожу командный дух подымать ну как кроме кнута что какой-то пряник есть а мне кажется зарплата нехорошие нет но они же там и у них вообще работа интересно это 150 тысяч за у нас конечно норма у нас работа вообще моих коллег сотрудник интересно работать ребят путешествует все время куда-то летают хорошие между прочим рестораны ходят когда летают вот кругозор свой расширяет то есть как устроиться как попасть к вам на руку да давайте может такой как бы интервью только теперь мы звоним вам по видеосвязи здравствуйте александр я бы хотел устроиться к вам в току я в принципе неплохой какой-нибудь пока 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 уволим нахуй минус следующий александр да ну что что нужно сделать вы наверняка же всегда ищите кадр проблемы кадров еще не ну в первую очередь опыт нужен опыт какой ресторан да конечно а как вот ну вот вот здесь находит например в ташкенте менеджеров они все с ресторанным да конечно тут есть в общем ресторан ну то есть осмотрите есть такие направления маркетинг и прочие дела маркетологи тоже с ресторанных 0 маркетолога можно не обязательно за ресторан здешних нанимаете ну тут есть толковый а были ошибки например нанять с россией и человек просто не понял наш менталитет и да да такой тоже был конь были да да у нас тут несколько было из россии сотрудник управляющих они уже нахуй уволены сейчас тут между прочим всем это связано это с тем что они не понимают менталитет да нет просто очень сложно найти адекватного человека сотрудник который ну управленц который еще в удаленном регионе может работать и он должен быть более самостоятельным более скажем так таким активным ничего не бояться они всем всего боятся просто вы знаете еще о чем я говорю знаю проблему там с кадрами я не знаю как это в россии но я точно знаю что здесь очень сложно искать специалистов что иногда может быть проще найти человека не связано с этой профессии не имеющий опыт но толкового и как потратить какое-то время на на его развитие ну не не походите ли вы к этому вырастить цыплен да да конечно мы растим очень много растим кадров очень много и управленцев и шефов там у всех выращиваем если видно что есть потенциал то конечно да бывало ли что вы переманивали каких-то хороших кадров с других таких уже устоявшиеся мы регулярно делаем приходите да да мы постоянно делаем то есть ценой заманивать или теми же валютами оплату за деньгами убиваем она выше чем но все в среднем 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 такая же но если там супер хороший сотрудник мы можем убить деньгами более то мы сейчас даже по то время супер ценные кадры и редкие мы своим даем так говорила кейшин бонус на бывает то есть он может да еще банк нам пришел моему платим просто день то есть это джентра примерно ну то есть там тысяч 15-20 почему на машину вы можете дать денег что не ну десять десять тысяч просто заряду долларов но это это уровень какого-то топ-менджер либо как вот бреншин можем даже больше пока мы вас дали мы общались с вашими менеджерами и пришла такая идея в голову почему бы нам вот втроем не прийти к вам в току и не сделать что-то вроде comedy club 1 месяц проводить такие звать звезд туда и проводили народить у вас такие вечеринки что я думаю что у нас такого формата в уф-бекистане нигде нет я за розы буду приходить он будет зарова приходить я за 10 тысяч долларов и мне понравился ваша цена давайте давайте есть есть все ребятки замазались вы видите все камеры мы жмем руку а меня позовет я за ролл как я зайду меня сразу не смогу сказать ранение у тебя будет зато забавные шутки вот на задание на через месяц мы выступаем в току зовем нигину мне нравится что у него духа так много и мы сделаем вот так много было на задание нет в каждом месте шутки но нет ничего нет точно не успеем но он просто это единственный вариант как как сотрудничать с александром это только этот он появился у нас не появился у вас кто если ты это видишь канал горлеев эти мураль мы это сделали друзья стендап и которого вы заслужили Ну я тоже прочитал про ваш там жизненный путь и образование, почему вы вдруг решили заниматься? Ну, случайно как-то произошло. Первое, что в 90-х Александр забрал предприниматель, это был ресторанный бизнес. Мне просто понравилась уже такая сфера, в которой все-таки нужно разбираться. Не-не, ну я расскажу, я открыл там один ресторан, я уже не хотел открыть все время ресторан для фана, чтобы был ресторан. Вот открыл ресторан, два вернее, и пошло не там случайно рядом оказались. Случайно у вас были деньги, 3 миллион долларов. Не-не, тогда других денег стоило. Тогда просто нужно было к соседу забрать и его бизнес отобрать. Вот, и открыли два рядом, и что-то как-то хорошо пошло. Слушай, а вот это вот можно посмотреть вот это вот? Да, конечно. Где ты это взял? Это жена ему удала у нас. Это жена отдала поносить. Нет, у мамы с детства такая штука была. Да, это очень редко, ей 45 лет. Да. То есть это от бабушки перешло к маме, да. К маме перешло к жене, а от жены ко мне. 10 штук баксов? Хоть сейчас. Ну хорошая тема. Не-не-не, я не продал. К сожалению. У мамы такая была, да? Даже за 10 тысяч не продал. Я, честно говоря, думал, что это что-то новое. Нет. Это не фертити. Это не фертити. Это очень старая вещь. Я помню, я дед маленький спрашивал, что это такое? Я говорил, это не фертити. Это первый человек, который действительно оценил ценность вот этой вещи. Никто не знал, что это такое. Все думают, хуйня какая-то. Я ее оцениваю в десятку. Нет-нет-нет, даже за десятку. Даже за сто тысяч я не готов этого. О, иди в жопу. Конечно. Я тебе клянусь, стольник не продам, братан. Уверен за базар. Дорогие друзья, дорогие подписчики. Сейчас у нас очень серьезный вызов. Я знаю, все СНГ нас смотрит. Кого из СНГ нас смотрит? Он говорит, что за сто тысяч не продаст. Не продам. Не продам. Я очень хочу, чтобы кто-то из вас предложил обязательно. Сто тысяч. Я готов клип снять про эту цепочку, чтобы она потом перепродалась за дороже. Пожалуйста, предложите ему сто тысяч, чтобы мы убедились в том, что за сто кусков. Азим Ганиев даже не думает предлагать. Предложите мне, я продам вам, я найду спросовку. Нет. Купите за двести. Хорошо. В смысле за сто тысяч не продам? Не продам, брат. Почему? Во-первых, мы можем продолжать. Это история. Все, хорошо. Все. Мозги не грусти. Но сотку, братан. Я тебе кейс принесу, я посмотрю на тебя. Принеси, брат. Ты будешь рыдать, да, скорее всего? Нет. Нет. Ты будешь рыдать? Нет. Я бас-су твой кейс. Секунду. Что касательно низменных тем, я предупреждал. Простите нашего товарища. Так мы не закончили вопрос наш. Ты уже обсуждали вопрос. У меня вопрос, который я... Пошел я нахуй со своим вопросом. Прости, братан. Брат, я так 10 вопросов уже нахуй пошел, так что нормально. Да, да, да. Это финансовая грамотность для начинающих. Где ее взять? Как понять, что это такое? Все говорят, нужна финансовая грамотность, но никто не объясняет, что это такое. Прочитаю книгу «Самый богатый человек Вавилона», брат. Я не знаю, что это такое. Что ты имеешь в виду? Считать научиться, что ли? Или писать? Калькулятор, братан. Считай. Или писать. Я не знаю. Все говорят финансовая грамотность. Арифметика, да? Это арифметика. Наверное. Ну, когда вы открывали ресторан, вы думали какую-то... Да не думали, мы вообще нихуя не... Мы ни о чем не думали. Мы просто взяли, открыли ресторан, чтобы он был. Да. Отвечаю. А какая кухня там хотя бы была? В одном японская, в другом европейская. А, ну нормально. Открыли. Просто для фана. И мы думали просто, чтобы было место, где мы будем собираться. Это в Москве было. С братками. Да. Открыли. И раз, как-то стали зарабатывать. И потом думал я, думаю, надо еще. И начали дальше. Дальше и пошло. То есть вы до этого вообще в этой теме никак не были? Никак вообще. Близко, да. Я вообще не понимал, с чего там начать. Вы знаете Евгений Чичваркин? Ну, я как бы не общаюсь. Ну, у основателей в университете, да. Я знаю, кто это. Да, да. Как вы оцениваете его ресторан? Вы, наверное, там не были? У него есть ресторан. Я был в Лондоне. Да. И есть еще какой-то винный, по-моему, магазин. Да, и там я тоже был. Хороший. Это правда, что там прям есть вина, который стоит, я не знаю, там 500 тысяч долларов? У него, я считаю, что у него магазин, винный магазин. Не то, что его рекламирую. Ну, да. Я просто свое мнение объективно говорю. Круче в мире. Круче в мире магазина я не встречал. Ну, и алкоголя там, я думаю, на многие десятки миллионов фунтов. Ну, да. Ну, да. А 53-й портвейн продается там? Наверное. Скорее всего, может. Нет, нет. А я вот, кстати, уверен, что, блядь, эта водка там нихуя не продается. Ну, да. Каратал. Каратал. Вот надо ее туда... Надо Чичваркина сюда. Давайте мы вместе замутим этот бизнес. Вам надо Чичваркина убедить, чтобы он эту водку... Надо убедить его приехать Чичваркина. Да. А я сегодня... Если вы видите интервью, приезжайте, да, мы вас угостим сначала Каратал, потом пловом, потом самсой, потом по этим флоку купим фреш за 350 тысяч, это будет последнее, что мы купим. Потом вы нас ведете в Лондон, и мы там снимаем подкасты. Да. Отлично. И у него в ресторане сделаете... Да. И, кстати, у него есть звезда Мишленов, сколько я знаю, он получил. Не знаю, не слышал. Ну, вот так вот, по-моему. По-моему, нет. Может быть. По-моему, нет. По-моему, говорил, что именно ресторан... Да? Может быть. Александр, скажите, чего у нас в Узбекистане не хватает? Вот просто можете что угодно. Ай-я-я-я-я! Да! Ну, я сказал, супермаркетов таких современных, чтобы там была рыба, сыры, всякие разные, там, деликатесы, вот это все, да? Ну, в общем, это раз. Че еще не хватает? Стелочку бы нормально все? Эм-м... Сейчас. А че не хватает еще? Ну, к этому мы вас спросим. Ладно, ладно. Хотим в этом разобраться? Есть, есть. Я просто сейчас не могу вспомнить, но что-то... Расфокус. Было. Дураки, дороги, деньги. Эм... Основное население не жует пищу. У нас. Все, кстати, да, не жую. Вообще, вообще не жую. У меня нет людей. Они, поэтому... Ну, они, типа, закидывают так. Два-три раза прожевывают и прогладывают. И, кстати, вот так же. Что значит не жует пищу? Вот что зубов нету, брат. У меня нет зубов. У Александра тоже. Я не жую. И так же пытаюсь, кстати. Мы же... Я не жую пищу, правда. Нет, а как надо жевать? Я бы кусок съел и проглотился. Ну, типа, поешь, Степан, например, он час там перемалывает кусочек мяса. А некоторые просто один-два и лотает. Значит, мягкое должно. Я понял. А смысл плов жевать? Нет, вопрос. Вопрос больше в том, что вот у нас не понимают ценности вот этих всех приправ, вкусов. Когда человек, вот реально повар старается, он там... Не-не, понимаю. Там есть много голова. Понимают. Мало. Мало. Это вы видите... Вообще, я могу так сказать, здесь везде очень вкусная еда. Начиная от уличной еды и заканчивая еды в ресторанах. Почему? Потому что, в принципе, здесь народ, который очень хорошо разбирается в еде, во вкусах и так далее. Особенно мужчины, да? Ну и женщины тоже. Вот. Поэтому я, наоборот, могу сказать, что здесь люди очень такие... Прошаренные. Прошаренные в плане еды. Самый маленький чек, которого потратили где-нибудь вот в Ташкенте в каком... Ну как бы дешевый за маленький. Самый маленький. Но я не помню. Но как бы я не помню. А самый большой это тоже не большой. Но был такой? Маленький или большой? Хе-хе-хе-хе-хе. Маленький пришел и купил себе зубочистую. Маленький или... Нет, про еду же. Да. Это типа, например, в принципе, у нас в Ташкенте за 10 баксов два человека могут покушать. не было такого вы едете на своем матизе останавливаетесь самсун убираете там мясо с картошкой с ней я тут люблю прийти на базар купить каймак и лепешку идеально это наверное не так как быстро это очень говорю о базарке я все время говорю просто мне странно обычно любит россия рискает рынок но я же не с россии вот я правильно как как быстро вы научились не научились а привыкли знаете что такое мамуля да в бекистане объясни пожалуйста что такое мамуля смысл я мамуля это то как мы общаемся с человеком то есть то как мы себя ведем по отношению к этому человеку в момент диалога есть мамуля хорошая когда мы есть мамуля плохая где человек неадекватно себя ведет но когда говорят мамуля они подразумевают такую очень глубокий смысл в этом выражении типа база это такое вот а попробуй объяснить человек человеку могу на таки час пытаюсь не получается а потом еще бараке объяснить что-то бараке это ну самое близкое что я слышал вообще это не переводится слово с узбекского но самое близкое которым не перевели это благо то есть это так если человек тебе реально вот как говорится это в бараке вот этот то чем вы занимаетесь то что душ укладываете это вот прям у вас будет бараке и в нас убить стане люди в это верят так же как и в мамуля есть у тебя есть мамуля у тебя в жизни в без станет здесь в принципе все все может всего может добиться просто иметь вот это мамуля уметь правильно подойти к человеку объяснить асаламу алейкум снова ночь есть подхалимство это плохо это не подхалим это очень похоже там прямо не чуть ли не параллели друзья с нами сегодня был александр орлов это было замечательно интервью я уверен что мы нихуя не справили свои задачи и сделали его лучшее интервью мы сделали лучшее наше интервью должен был спросить понравился александра понравилось вам интервью лучшее ваше интервью или нет ну не худшее точно не худшее амиран как сам питайтесь правильно живите одной одним днем да ни о чем не парьтесь захотели делать сделайте вот и все вот вот это самая главная мысль который мне понравился очень сильно да и всем спасибо